МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опережая график, в Благовещенске капитально отремонтируют на 15 многоэтажек больше, чем планировали. Прохладно с доставкой наверх. Монтажники ОРТПЦ работают на высоте 160 метров даже в 40-градусную жару. Во двор мечты за семь шагов. Памятку для жителей, мечтающих благоустроить свою территорию, подготовил депутат по округу. Спасение засыхающих. Работники ГСТК поливают городские газоны по ночам. А теперь обо всем более подробном. Здравствуйте! Вы смотрите новости города. В студии работает Мария Селезнева. В Благовещенске утонул еще один молодой человек. Второй с начала купального сезона. ЧП случилось накануне на Амуре в районе улицы Пионерской, в непредназначенном для водных процедур месте. 20-летний парень купался вместе с братом. Одного утопающего вытащили из воды отдыхающие. Тело второго ищут спасатели. Еще одну трагедию уже на Зее удалось предотвратить сотрудникам дальневосточного поисково-спасательного отряда. На середине реки они выловили 30-летнего мужчину. Он рассказал, что хотел переплыть на другой берег, но устал, и его унесло течение. К слову, за последнюю неделю, с тех пор, как в Благовещенске установилась жаркая погода, вытаскивать из воды не рассчитавших свои силы горожан спасателям пришлось пять раз. День без воды накануне провели жильцы семи Благовещенских многоэтажек и один детский сад. Руководству последнего даже пришлось распустить воспитанников. Всему виной порыв трубопровода на Лозо Фрунзе. Из-за него без услуги остался целый квартал от Лозо до Пушкина. Авария на сетях произошла в районе трех часов ночи. Специалисты АКС тут же перекрыли водоснабжение. В течение дня коммунальщики работали над устранением порыва. Он произошел на стыке труб. Разобраться со всеми неполадками получилось к семи часам вечера. Водоснабжение вернулось в дома. В ближайшее время работники займутся восстановительными работами на месте аварии. В Благовещенске отремонтируют на 15 домов больше, чем планировалось изначально. Лифты, инженерные сети и крыши заменят в 49 многоэтажках. Скорректировать план в сторону увеличения позволило высвобождение дополнительных средств фонда капитального ремонта. При этом в областном центре программа выполнена уже на треть. И зонт, и теплая шуба. Новая кровля на старом доме будет нести двойную нагрузку. Укрывать от дождей и защищать от морозов. А еще избавить жильцов от насекомых и паразитов. В Хрущевке на Пионерской 21 уже 56 лет стукнуло. Последние лет пять крыша подтекала, однако масштабных потопов не случалось. Потому-то никто из жильцов наверх не поднимался и масштаб бедствия не представлял. Там голуби жили. И по мету там метр с лишним было. Вы понимаете, мы, когда стали жаловаться жильцы, что блохи на первый этаж лезут, понимаете, эти черви на первый этаж. Я-то не поверил вначале. А потом заставили все-таки мастера прийти. Убрали этот помет. А там черви белые. Вот такие вот. Сантиметр по четыре. Работы на крыше идут не по графику. С опережением. Несмотря на сложность конструкции, перекрытие в доме деревянной и частично прогнившие, и капризы погоды. Профнастил меняли на прошлой неделе в сезон затяжных дождей. Но жильцы верхних этажей ничего не почувствовали. Работа в летний, весенний, летний период, дождевой, опасный, ведется захватками. Шесть метров вскрыли участок. Если что-то у нас надвигается, перекрыли тут же его пологами, закрепили его все это дело. Возможно, даже старым материалом здесь листовое железо сохранилось, перекрылись им. Ну и говорю, что вскрыли шесть метров. Через день буквально и закрыли уже новым железом. Реконструкцию крыши ведут за счет средств фонда капитального ремонта. Для этого дома это настоящее везение. Собираемость профильных платежей здесь слабая, процентов 60. Люди просто не верили в работу фонда, говорит старший дома. Теперь все изменится. Ведь четырехэтажки, справившие полувековой юбилей, необходимо еще заменить все коммуникации и вентиляцию. Кристина Добровольская, Мария Селезнева, Денис Лугов, программа «Город». Территория Благовещенска станет больше на 3000 гектаров. Депутаты городской думы намерены изменить границы городского округа. Подготовили соответствующий законопроект и планируют направить его коллегам в областной парламент в качестве законодательной инициативы. Начинаем с веры Благовещенска. Если мы едем в сторону каменного карьера, по Ленина, да, упираемся до упора в границу города, где заканчивается у нас город Благовещенск. Это садовые товарищества. Они были перечеркнуты. То есть половина участка проходила у нас и в Благовещенском районе. Граждане бегали то к нам на согласование, то в Благ район. В новом законопроекте эту границу скорректировали. Тоже проделали в районе аэропорта, по Новотроицкому шоссе вблизи кладбища на 17-м километре и в районе Владимировки. Часть садовых участков целиком отойдут городом, часть – сельсоветом Благовещенского района. Это позволит не только облегчить процедуру оформления наделов и их регистрации, но и избежать двойного предоставления земель. Библиотека имени Машука, что во втором микрорайоне, станет доступнее Благовещенцам с ограниченными возможностями. Там установят лестничный подъемник для инвалидов-колясочников. Деньги на его приобретение и монтаж выделил областной бюджет. Всего же городская казна в этом месяце пополнилась на 35 миллионов рублей. Средство предстоит распределить на ближайшем заседании Городской думы. Оно состоится 13 июля. Предварительно народные избранники определили, что большую часть, 34 миллиона, направят на реконструкцию канализационного коллектора, а конкретно четвертую его очередь. Напомню, в рамках этой программы до сентября строителям предстоит выполнить благоустройство улицы Зейской от новой до железнодорожной. Оборудование Благовещенской телевышки решили сдать на металлолом. Не все, а то, что уже вышло из эксплуатации или давно заменено на новое. Демонтаж антенн и фидеров на ОРТПЦ идет третий день. Задача – облегчить вес вышки почти на тонну. Как проходят работы и какие трудности в связи с этим испытывают горожане? Сейчас узнаете. – Сережа, отпусти маленечко. – Отпускаю. Общение только по рации. Коллег, что работают на высоте в 160 метров, увидеть нереально. Не то, что докричаться. Действия же должны быть четко скоординированы. Иначе антенна весом в полтора центнера рухнет вниз. Юрий Владимирович на ОРТПЦ с 1989 года. Цену безопасности знает. К лебедке никого не пускает и сам от нее не отходит. – Лебедка у меня, допустим, мрачебельная, три с лишним тонны. А если у нас лебедка будет работать не переставая и где-то происходит непредвиденная ситуация, ну, допустим, элементарно где-то зацеп, то эта лебедка тянет и тянет за собой буквально все. Работа на вышке идет только в хорошую погоду. И плюс 37 на термометре не повод для отдыха и даже перерыва. Поэтому периодически с земли наверх отправляются бутылки с водой. – На самом деле там ветерок, как правило, дует, и там не так жарко, как и душно, как внизу. Ну, вчера вот штиль полный был, говорят, очень жарко. Выпили, наверное, литров 8 воды на троих за день. Ну, 5 литров передавали обычную воду, не холодную, и 2 литра замороженной ледяной туда подняли. Пока дошла, наполовину растаяла. Таких масштабных работ по демонтажу на ОРТПЦ не было с конца 80-х годов. На них решились из-за тяжести, что создает уже неработающее оборудование. В сумме оно составляет почти тонну. Сейчас мы производим демонтаж антенны, через которую раньше вещал радиостанция «Радио России» и «Маяк». В связи с тем, что они перешли в ФМ-диапазон, сейчас нам эта антенна не нужна. Также мы убираем старые фидера, которые ранее использовались, и будем монтировать новую антенну для новой радиостанции. Закончить работы планируют до 28 июля. Все это время в Благовещенске будут перебои с телевещанием с 8 до 17 часов. Отключать сигнал приходится ради безопасности рабочих, чтобы последние не получили облучение. Юлия Мишурнова, Дмитрий Тарасов, программа «Город». В Благовещенске будут готовить специалистов-дорожников для конкретного предприятия «Амуру Продора». Оно уже заключило соглашение с Дальневосточным аграрным университетом. В следующем году набор на новую специальность будет только на договорной основе, а в 2019-м вузе надеются открыть бюджетные места. У нас в области не выпускаются специалисты, поэтому в том же «Амуру Автодор» и в других организациях, занимающихся строительством дорог, работают наши выпускники по направлению промышленное и гражданское строительство, инженеры, механики. Но на сегодня и по строителям у нас чувствуется нехватка. Сегодня заказы на специалистов с предприятий больше, чем мы выпускаем. При этом в ближайшие годы объемы строительства дорог в области вырастут в пять раз. Это связано с реализацией многих проектов, в частности, возведением моста через «Амур» и газопровода «Сила Сибири». Чтобы запустить новую дорожную специальность, преподаватели Дальгау отправятся на стажировку в Хабаровск. Кроме того, вузу предстоит закупить необходимое оборудование. Семь шагов к комфортной дворовой территории. Памятку под таким названием разработали инициативные благовещенцы и члены одного из ООСов вместе с депутатами городской думы. Тысячу экземпляров распространят между старшими домов. Первыми свои семь шагов готовы сделать жители района КПП. Смотрите в сюжете. Разные всякие пытались. И многолетние, и однолеткие. В этом году просто вообще уже ничего не стали сделать. Не то, чтобы они не приживались. Цветы во дворе на 50 лет октября 150 вытаптывают местные жителям. Уж больно любят ходить по газонам. Впрочем, виной всему вовсе не отсутствие воспитания, а регулярные летние дожди. Здесь вот около первого этажа у нас просто болото. Самое настоящее после дождя. Потому что вода плохо уходит. Тут даже иной раз ротанами пахнет, карасями проходишь. Как будто бы тут какой-то водоем. Когда вода все-таки уходит, появляются ямы. И очень мешают юному каскадеру Славе осваивать новые трюки. Вот сегодня завернул, ну, занос хотел сделать и упал. Если бы был здесь, конечно, асфальт, я бы не падал. Ну, если бы на дыбах, конечно, ну, может быть, еще бы упал. Ну, я где-то раз 10-20 падал. Шанс навести порядок в своих дворах у жителей района КПП есть. Для этого нужно вступить в программу «Единая Россия и городская среда». Пошаговую инструкцию, как это сделать. Для них подготовил депутат по округу в виде специальных брошюр. А еще помог организовать геодезическую съемку местности. Без нее и ПСД на двор не сделаешь, и к ремонту не приступишь. Съемки по кварталям были и выполнялись по городу в свое время, они делались. Просто получилось так, что не везде эта программа была завершена, и не везде съемку выполнили по факту. Вот именно эти три дома попали в белое пятно. Если жильцы все сделают правильно, ремонт получат следующим летом. А первые работы по программе «Городская среда» начнутся уже в нынешнем июле. Аукционы отыграны. Этим летом предстоит реконструировать 15 площадок. Мария Селезнева, Денис Лугов. Программа «Город». Вспомнить хиты народного артиста СССР Муслима Магомаева приглашает благовещенцев в общественно-культурный центр. Их исполнит художественный руководитель фонда «Таланты мира» Давид Гвинианидзе. Концерт состоится только через три месяца, 11 октября. Но уже сегодня одна из наших телезрительниц обзавелась билетом. Совершенно бесплатно. Накануне в нашей традиционной рубрике мы спросили, в каком городе родился Муслим Магомаев. Первый правильный ответ Баку дала Наталья Старинская. Я давно наблюдала за вашей программой, лишний билетик. И мне все время хотелось поучаствовать, но все как-то что-то не удавалось. И тут вот на вопрос о Муслиме Магомаеве я побежала быстренько в интернет, заглянула, быстренько отправила. И я даже не ожидала. На концерт памяти Муслима Магомаева Благовещенко планирует отправиться с мамой. На этот случай в кассе ОКЦ их будет ждать билет на соседнее кресло. В столице Забайкальского края на городских клумбах высохла часть цветов, на покупку которых власти потратили 3 миллиона рублей. В Благовещенске озеленители высадили растений в 4 раза больше и берегут их теперь, как зеницу ока. При этом еще и законы физики не забывают соблюдать. В этом убедилась Юлия Анохина. 20-летний Андрей Бондарев городские цветы поливает 3 года. Да так, что до собственных домашних руки уже не доходят. За ними ухаживают родители. Здесь объемы, конечно, другие. На пролив клумб уходит 18 кубометров воды в сутки. Да заправляться приходится ездить каждые 2 часа. 6 кубометров воды в бочке Зила хватило бы на тушение двух мелких пожаров. Впрочем, миссии Андрея сродни спасательной. Хотя какие именно сорта спасают от засухи, парень не знает. Говорит, его дело намочить клумбы и оставить сухими прохожих. Начинаю поливать, говорю, подальше дадите, все они отходят, чтобы не сбрыгнуть людей, машины не сбрыгнуть. Сулкума далеко, поливаю, напор сильный делаю. Сулкума ближе, напор пособлю делаю. Меж тем, ответственность у парня большая. Клумбы с бархатцами, цинерарией и сальвией вдоль набережной и в районе администрации. Трое его коллег работают на других участках. Сутки они проливают 7,5 тысяч квадратных метров цветников, при этом неуклонно соблюдают законы физики. Так как погодные условия нам не позволяют поливать сейчас утром, полив производится только в вечернее время, с 7 часов до 2 часов ночи. Сильно жара стоит на улице, получается. Если утром мы начинаем поливать, цветы начинают гореть. Самое лучшее время для поливки – заполночь. Никто не мешает и цветам хорошо. Но и в такой час рабочие соблюдают технологию. На один квадратный метр тратят 10 литров воды. Влаги растениям хватит ровно на сутки. До следующей поливки. Юлия Анохина, Денис Лугов, Андрей Белый, программа «Город». Сегодня во всем мире отмечают романтичный праздник – День поцелуя. А каким был ваш первый поцелуй? С этим вопросом наш корреспондент обратилась к прохожим. Большинство, к слову, его так и не вспомнили. Ответы остальных уже в эфире. Мой первый поцелуй произошел в 18 лет. Мне было с мужчиной намного старше меня. Ощущения неописуемые. Гормоны зашкаливали. Адреналин, в общем, здорово. Это было, наверное, в 10 классе. Ну, а больше я не помню. Остальное все прошло как надо. Ты помнишь наш первый поцелуй? Не совсем. Ну, наверное, это где-то мне, наверное, 17 лет было. Да. Тогда я училась в музыкально-педагогическом училище здесь, в Благовещенске. Это было на набережной. Первый раз поцеловался в школе, в седьмом классе. Я был очень рад, конечно же. Это девушка была моей мечты. Правда, потом, конечно же, расстались. Но все равно. Это было приятно. Ну, это было летом, да. Вот примерно вот в это время. И, ну, ощущения очень приятные, конечно. Это было давно. Студенческие годы. Расскажите о своих впечатлениях. Впечатление какое было? Ну, с ног сшибательное. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Желаю хорошего вечера. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова